Корпорация Mitsubishi открыла новый бренд-центр, что является важным событием для любой марки. Пространство назвали MyPlayground, можно перевести как «Моя игровая площадка». Правда, не всё так просто. Слово «Май» написано через букву «Ай», и это не ошибка или опечатка. Эту букву можно расшифровать как интеллект, вдохновение, изобретательность и взаимодействие. Бренд-центр, расположенный рядом со штаб-квартирой компании, послужит местом для обмена мнениями и получения вдохновения посетителями. Он открыт для всех, потому насладиться этим пространством сможет любой желающий. Эта площадка создана, чтобы посетители получили приятный опыт от тестирования новейших моделей Mitsubishi и почувствовали себя ближе к бренду. Дизайн выполнен в корпоративных цветах, белым и чёрным, а деревянная отделка подчёркивает ощущение тепла и уюта. При этом стиль отражает 150-летнюю историю бренда, одновременно являясь образцом современного оформления и лаконичности. Здесь есть выставочный зал, где будут демонстрироваться последние модели. В будущем запланированы показы концепт-каров и мастер-классы. А ещё есть так называемая спутниковая зона – место отдыха. К нему можно добраться по пешеходному переходу, который непосредственно соединён с выходом из метро, что очень удобно для посетителей. На втором этаже гости могут расслабиться и насладиться различными напитками, такими как органический фруктовый чай и десерты. Организаторы российского этапа «Формулы-1» назвали имена исполнителей, которые выступят на Сочи-автодроме после окончания спортивной программы. В недавнем прошлом музыкальное сопровождение гонкам обеспечивали Муми Тролль, Ленинград, Би-2, Лени Кравец, Натали Имбрулья, Баста и другие музыканты. В этом году хедлайнером музыкальной программы на Сочи-автодроме станет певица Земфира. Выступление пройдёт в Олимпийском парке в субботу 26 сентября. В воскресенье 27 сентября на центральной площади Олимпийского парка выступит электропоп-группа Tesla Boy. Коллектив, который исполняет песни преимущественно на английском языке, недавно выпустил свой первый русскоязычный альбом. Добавим, что посещение обоих концертов входит в стоимость билета на российский этап.